На автогонках полосатый красно-желтый флаг означает неожиданную опасность, мокрый или скользкий участок дороги. Во время проведения гона Гран-при Москвы в Лужниках пользоваться этим сигналом не пришлось. Проливной дождь лил всю ночь и весь день. Трасса была мокрая и скользкой, и неожиданностью для участников это не было. Ухудшение управляемости на мокром асфальте делает и без того непростую городскую трассу еще более опасной. Во время гона Гран-при Москвы произошло 13 аварий. Очень скользко, страшно. Так попробовал чуть-чуть газануть в нескольких местах, тут же задняя часть автомобиля начинает ехать вперед. Ну, в общем, страшно. Опасность прежде всего с бетонных плит, которые, в принципе, все им видны. Нет зон, куда можно ошибиться и улететь. Здесь, если ошибка, то бетонная плита. Гонки Гран-при Москвы проходят в четырех классах. Самые мощные автомобили относятся к классу Туринг и способны развивать скорость до 240 км в час. Самые слабенькие – произведения отечественного автопрома. Поступающие в классе «Национальный». Развивают такие машины в скорости только до 140 км в час. Но пилоты их любят. Большинство машин на гонках относилось именно к этому классу. Хотя любовь чаще всего основывается на довольно прозаических причинах. Знаете, это как это? Первая любовь, которая не проходит никогда. Вот у меня тоже первая любовь – это Жигули. Есть же такое понятие, как соотношение цена-качество. И по цене эта машина очень дешевая. Я имею в виду, что комплектующие. Ну, более доступная получается для соревнований. В принципе, достаточно неплохой автомобиль. Проливной дождь не позволил гонкам собрать большое число зрителей. Впрочем, для российских гоночных чемпионатов это вполне рядовая ситуация. В предыдущие лет 10 все-таки это достаточно узкая аудитория. То есть это знакомый, родственник или кто просто каким-то образом следит за этим. Слава богу, эта тенденция меняется в лучшую сторону. По результатам гона Гран-при Москвы победителями стали Гонщик Сергей Рябов в классе Туринг, Виктор Казанков в классе Супер Продакшн, Михаил Митяев в классе Туринг Лайт и Владимир Вещерков в классе Национальный. Екатерина Кожевникова, Артем Сидоров и Фокс. Субтитры создавал DimaTorzok